Министр иностранных дел Израиля Эля Коэн принял предложение своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы посетить Украину. Коэн станет самым высокопоставленным чиновником Израиля, который посетит Украину с начала полномоштабного вторжения России. В ходе телефонного разговора Коэн пообещал Кулебе открыть посольство Израиля в Киеве в течение 60 дней. Министры также договорились о сотрудничестве в рамках международных организаций и путях противодействия общим угрозам безопасности. Также МИД Израиля призвал Украину присоединиться к борьбе против иранского корпуса стражей исламской революции и призвать Европу объявить эти вооруженные силы террористической организации из-за использования России иранского оружия. И далее в нашем эфире Евгений Корнечук, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. И вот по вот этой новости, которую мы только что озвучили, министр иностранных дел Израиля пообещал нашему министру Кулебе, что посольство Израиля в Украине заработает в течение ближайших 60 дней. А почему не раньше? Что может сдерживать Израиль? Ведь многие дипмиссии, включая ИСШ, давно открылись и работают в украинской столице. Вы знаете, Израильская дипмиссия открылась в украинской столице после начала войны примерно в середине лета. Но они работали челночным способом. То есть посол приезжал раз в три недели, раз в месяц, проводил встречи, проводил брифинги, привозил гуманитарную помощь и уезжал в Варшаву. Вопросы связаны исключительно с соображениями безопасности, которые диктует израильское правительство. Оно отлично, эти соображения или стандарты отлично от американских или любых других. Поэтому говорить о том, что посольство было закрыто неправильно, нас в данном случае измущало другое. Я неоднократно высказывал неудовольствие израильской стране в отношении того, что посол может быть в Варшаве или в Праге, или где угодно, где ему больше нравится. Но необходимость консульских услуг гражданам Украины никто не отменял. Те граждане, у которых есть имущество в Израиле, должны иметь возможность в Украине, если они военно обязаны, дать доверенность, например, или получить другую консульскую услугу. То есть, пожалуйста, предоставьте нам консула немедленно. Мы об этом говорим давно. Также, насколько мне известно, министр обороны Резников неоднократно... Так, устанавливаем сейчас связь. Евгений Корничук в нашем эфире, чрезвычайный полномочный посол. Евгений Владимирович, совершенно справедливые вот эти ваши замечания, о которых вы говорите, консул должен быть, должен работать. Да, пожалуйста, продолжайте. Да. Кроме этого, господин Резников, министр обороны Украины, неоднократно обращался к своему израильскому коллеге с просьбой открыть полноценную миссию военного атташе. Потому что во время полномасштабной войны, безусловно, так называемые СС-ноутмишин, военные, должны работать. И они об этом хорошо знают и изучают эту проблему тоже не один месяц. Поэтому, ну, в Израиле дипломатия несколько отличается от украинской. Тут сильные профсоюзы, они постоянно находятся в забастовке, это их внутреннее дело. Поэтому мне рассказывали о том, что проблемы с тем, чтобы найти соответствующий персонал и так далее. Но, тем не менее, слава богу, эта проблема снова должна решиться. И буквально с 1 февраля нам обещают, что посольство Израиля заработает в полном режиме. На самом деле, это вопрос не ко мне. Я постоянно этот вопрос задаю израильскому МИДу. Это вопрос господину Бродскому, послу Израиля в Украине. Он на связи, насколько мне известно. Да. Мы с ним тоже периодически встречаемся в эфире и будем поднимать эту очень важную тему. И спасибо за ваши усилия, которые вы прилагаете к решению этих вопросов. Еще следующее хочу уточнить. У вас известно, что в конце прошлой недели Израиль посетил советник президента США по нацбезопасности. Джейк Салливан провел ряд встреч с руководством страны. Говорили, конечно, о войне в Украине и обсуждали угрожающее всему миру партнерство между Россией и Ираном. Вам, возможно, известны какие-то детали этих встреч, какие-то решения? Да. Я накануне нашей беседы поговорил с моим американским коллегой. Действительно, вопрос войны в Украине был одним из трех самых важных, которые поднимал Джейк Салливан во время своего визита и всех своих встреч. В первую очередь речь шла, конечно, об угрозе Ирана. И тут украинский опыт не является последним и является очень важным. Также вопрос палестинской автономии и нынешних проблем, связанных с Палестиной уже в нового правительства. Ну и вопрос войны в Украине, где Израиль должен занять однозначную четкую позицию и поддерживать нас не только коммунитаркой, но и вещами, которые полезны нам на фронте. В этой связи есть у нас определенные подвижки, и они известны нашим компетентным органам. Я, к сожалению, не в состоянии, не могу их комментировать, но они позитивные. В целом, хочу, чтобы вы это знали, и работа такая ведется и усиливается. Безусловно, как мы и предполагали, активность Ирана в поддержке Российской Федерации не может не вызвать соответствующей реакции Израиля в поддержку Украины, причем не просто на словах, а на деле. Но поскольку израильское руководство считает исключительно важным держать этот вопрос в конституциональном режиме, то я, к сожалению, не могу его обсуждать. Но хочу, чтобы вы понимали, что такая работа ведется, и она, слава Богу, усиливается, несмотря на все противоречия нынешнего правительства, несмотря на невероятное количество внутренних проблем Израиля. Тут позавчера в субботу на демонстрацию вышло около 100 тысяч человек в Тель-Авиве, которые пытались... Да, это антиправительские митинги. Совершенно верно, митинги, которые касались судебной реформы, которая имеет своей целью взять под контроль судебную власть, израильским Кнессетом. Несмотря на все эти противоречия и проблемы, украинский вопрос находится в фокусе, и в том числе благодаря американским коллегам. Но все-таки позиция Израиля волнует Украину, она волнует весь мир, и пытаются вот что-то докопать и раскопаться. Известные журналисты, и вот американское издание «Политика» пишет, что Израиль вряд ли изменит курс в отношении Украины, скорее будет продолжать балансировать между сторонами, чтобы не расстраивать с одной стороны США, с другой стороны Россию. То есть с одной стороны будет предоставлять нам продовольствие, лекарства, воду, гуманитарную помощь, с другой никакой открытой значительной военной поддержки, на которую мы так рассчитываем, на которую так просим, не придется нам рассчитывать. Я читал этот комментарий «Политика». Смотрите, для меня ключевое слово «открытой военной помощи» не будет оказывать. Это не значит, что не будет оказывать другой военной помощи. И такая работа ведется. Я еще раз говорю, к сожалению, я не могу ее комментировать. Но работа такая ведется. Нам многие европейские страны оказывают военную помощь под обязательство не разглашать ее. Тут, знаете, известный анекдот, вам шашечки и подвезли. Нам подвезли. Нам надо, чтобы наши военные ощущали эту помощь на фронте. Чтобы наши гражданские получили, наконец, средства разумного оповещения от авианалетов и обстрелов. Кстати, можно я об этом скажу? Это то, что уже действительно известно, что в скором времени правительство Израиль передаст Украине специальную технологию, разумную технологию, которая может распознавать в небе ракеты и дроны. И все это при помощи искусственного интеллекта. Система реагирует на опасность в небе значительно раньше, чем средства ПВО. Это вот действительно то, что можно уже сказать и сообщить. Это невероятная помощь. На самом деле все гораздо проще. Это радары, совмещенные с громкоговорителями, которые распознают средства обстрела и заранее секторально указывают, где оно приземлится. То есть тревога будет не по всему Киеву, Киевской области, а в каком-то конкретном районе. Например. Это то, чего мы хотим добиться в ближайшее время. Но мы запрос свой сделали до начала войны. И для нас это средство гражданской обороны. Это вообще не военная история. Хотя здесь анализируется Минобороны. И Минобороны подтвердили, что он нам такую историю предоставил. К сожалению, мы работаем над этой историей слишком долго. Мы уже давно должны ее получить. И я надеюсь, на этой неделе будет телефонный разговор министра обороны Резникова с вновь назначенным министром Галантом. Вот этот вопрос будет на повестке дня для того, чтобы ускорить передачу этой технологии. Ну и еще по прессе хочу спросить. На прошлой неделе британская пресса, там была статья, писали о том, что в действиях Венемина Нетаньяху проглядываются шаги на сближение с Россией. Мы понимаем, как в этом заинтересованы в Кремле. Сейчас очень сложно доверять СМИ. Российская пропаганда, мы постоянно об этом говорим в эфире, везде старается извратить, перекрутить любую информацию. Но все же я у вас, как человека компетентного и осведомленного, хочу спросить лично ваше наблюдение. Какие-то процессы в Израиле указывающие на возможное сближение с Россией? Вы просматриваете? Наблюдается что-то такое? Поверьте, что мы отслеживаем пошагово. И ежеминутно любые движения израильского правительства в отношении Российской Федерации. Никаких факторов или действий господина Нетаньяху, которые свидетельствуют о том, что он сблизится с Российской Федерацией, нет. Даже те попытки израильского руководства предоставить информацию о том, что они готовы быть снова посредниками, они тоже развенчиваются этим же правительством сразу. Мы информируем общественность об украинских инициативах в 10-ти шагах достижения мира. И если в рамках этих инициатив Израиль готов взять на себя 1, 2, 5, 10 пунктов и поддерживать их, конечно же, это здорово. И в плане то, что господин Нетаньяху мегаполитик и умеет вести переговоры, никто не сомневается. Мы сделали ему очень комплименты в этой связи. Все украинское руководство с этим согласны. Мы хотим, чтобы у нас были координированные действия, которые привели к скорейшему миру в нашей стране. И, безусловно, если мы будем сотрудничать именно в рамках программы, которую украинский президент уже широко озвучил, безусловно, мы сможем добиться эффективного результата. Я не согласен с британской прессой в плане того, что господин Нетаньяху будет сближаться. Но нету ему смысла. Это токсичная ситуация для него сейчас. У него и так слишком много проблем, связанных и с арабами, и с ультра-ортодоксами, и с наоборот светскими, которые не поддерживают многие реформы нового правительства. Я думаю, что еще проблемы ему не нужны. Более того, я считаю, что поддержка Украины на сегодняшний день будет способствовать улучшению его взаимоотношений с администрацией США, которые на сегодняшний день находятся не на самом лучшем уровне. Я также хочу сказать, что вот любые комментарии связаны с тем, что Израиль выступит нашим лоббистом, наших интересов перед американцами, но он не поддерживает никакой критики, потому что скорее наоборот. Мой американский коллега, мой друг и партнер в данном случае, и большой помощник, и многое, чего нам удается добиваться благодаря как раз нашим американским коллегам. У нас свои взаимоотношения с Фашистоном, они достаточно сильные. Мы ожидаем на следующей неделе здесь несколько влиятельных конгрессменов и сенаторов, с которыми я планирую также встречаться до их встречи с израильским руководством, для того, чтобы усилить сигналы, для того, чтобы наша поддержка была более ощутимой. Но в данном случае... Да, спасибо. Да, спасибо, Евгений Владимирович, и спасибо Израилю, израильскому народу за ту поддержку, которую сейчас оказывают Украине в этой страшной войне против России. Спасибо. Спасибо вам. Да, Евгений Корничук был в нашем эфире, чрезвычайный полномочный посол Украины в Израиле. Продолжение следует...